Стоматологическое кресло, каким бы современным, оно ни было не самое уютное место в мире. Оказаться в нем совсем не мечта. Так считает человек до первой серьезной зубной боли. Тогда и на лечение согласен, и от страха перед зубным доктором не остается и следа. Но стоит ли доводить ситуацию до неприятных ощущений и угрозы здоровью? Специалисты единодушны, однозначно нет. Профилактика самостоятельная и с врачебной помощью верный помощник в деле сохранения красивой улыбки. Профилактика стоматологических заболеваний – это меры, которые человек должен проводить у себя дома самостоятельно, а также раз в год посещая стоматолога. Всем родом с детства, поэтому профилактику стоматологических заболеваний нужно проводить начиная с рождения. Ребенок рождается со стерильной полостью рта, и обычно ближайшие родственники передают эти колесогенные бактерии ребенку через облизывание сосок, пустышек, а также ложки. Во время кормления. Правильная гигиена полости рта, то есть к этому нужно тоже правильно подойти. Отдельная категория пациентов стоматологических поликлиник – женщины, которые ждут ребенка. Существует немало мнений, практически мифов, согласно которым беременным зубы лучше не лечить. Конечно, избавиться от стоматологических проблем правильнее еще на этапе планирования беременности. Однако, если что-то все-таки беспокоит, отказываться от похода к врачу не стоит и в период беременности. Мы рекомендуем как можно раньше обращаться к врачу-стоматологу за помощью и помнить, что лучше всего плановые стоматологические вмешательства проводить на четвертом, пятом и шестом месяцах беременности, то есть это второй триместр. Это наиболее благоприятный период для проведения и профессиональной гигиены, и лечения как для будущей мамы, так и для здоровья ребенка. Роль профилактики в «Улыбкосбережении» подчеркивает специальная программа, утвержденная в нашей стране в конце 2017 года. Она регламентирует проведение целого ряда мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний полости рта, рассчитанных на период до 2020 года. В конце 2017 года была утверждена программа профилактики основных стоматологических заболеваний, которая включает в себя правильное питание, гигиена полости рта, а также фториды. Фториды можно использовать местно или общее использование фторидов.